друзья я вас приветствую меня зовут лев сегодня хочу рассказать о сбыточных мечтах миллионов женщин периода с практически у каждой девушки было в коллекции золотое кольцо кроме самых маленьких вот хотя бы даже по одному или по несколько колечек сегодня поговорим о золотых кольцах сср и сколько они стоят сегодня значит ювелирные изделия времена сср были с пробой 583 пробу поэтому их всегда ищут золото 583 это означает то что грубо говоря это период советского советский период до советов у нас была проба 56 это другая метрическая система потом между на более международная 583 проба это но из тысячи вот далее мы сменились на международную стало сегодня у нас 585 проба которая используется широко по всему миру вот но мне честно говоря по виду больше конечно 83 нравится все из-за того что мне честно говоря более советской советские ювелирные украшения как-то по цвету они поинтереснее потому что сегодня золото вообще не отличишь какого какой она пробует она бывает белая черная серобур малиновая не поймешь золото это вообще или это может вообще алюминий непонятно здесь все видно значит вот такие были кольца в ходу очень широко и называется они чалма вес данного кольца ну довольно большой там примерно может быть в районе там сети грамм довольно много для одного пальца инкрустировались они как камнями в этом случае рубинами так и гравировкой гравировали их по-разному чалма из-за того что вот такой у них рисунок на первом кольце ну кстати говоря пробовал так выглядит это кольцо с александритом интересный камень часть ним практически ничего не делается вот а тогда очень широко производились далее кольцо с рубином конечно очень красивая ювелир здесь постра постарался шикарная работа долгая а теперь перейдем к кольцам с бриллиантами тогда бриллианты были не в таком ходу как сейчас сейчас кольца с бриллиантами вообще на каждом углу продаются и можно купить принципе за недорого с бриллиантами настоящими а тогда бриллианты были конечно в диковинку тогда там при хрущеве только нашли эти керамбитовые трубки на ямале и начали добывать эти бриллианты алмазы и гравировать бриллиант гранит то есть значит на бриллиантах на кольцах с бриллиантами использовалась золото 750 пробы часто вот более 750 пробу нигде не использовали этого только для крупных бриллиантов и ну и даже мелких бриллиантов она использовалась вот эта проба это считается престижная такая проба которая легко деформируются в отличие от 583 но в данном кольце больше золота чем 583 такие кольца с большим александритом кольца с большим бриллиантом вот это очень популярный мотив в 10 кстати кольцо 583 проба с бриллианта а вот здесь 750 здесь на 750 камень конечно намного больше хотя на фотографии кажется что они одинаковые просто такой ракурс вот здесь стоит 750 проба значит по стоимости все зависит от того какой там камень стоит какой размер камня какой металл золотой золотой золото плюс платина золото такой пробу золото другой пробу вес этого золота все это влияет очень сильно на стоимость ну по стоимости они идут там если обычные кольца до 100 тысяч рублей необычные от 100 тысяч вот так выглядит сама писать 3 проба со звездой и рядом ставилась клеймо завода на данном кстати кольце стоит таллиннский ювелирный завод то есть это 9 таллинский ювелирный завод также бирки прилагались бирки срывали вот здесь в данной фотографии сохранена бирка здесь как раз бирка из магазина ювелирный завод и или магазин фабрика одесса на бирке перечислен вес кольца и его стоимость вот здесь стоимость данного кольца шла 104 рубля 70 копеек что довольно много далее у нас вот кольцо на весах вот такой кольцо с камнем весит примерно 6 грамм то есть можно посчитать сколько ламбард за него даст а сколько конечно коллекционер намного больше вот так выглядит проба на сережках она в принципе и на сережки и на кольца она ставилась одинаковая кольцо с александритом вот еще раз это 100 марином кольцо такой такой же формы тоже полудрагоценный камень кольцо с рубином не очень нравится большой рубин достаточно и работа сама кольца очень хорошие такие листья ювелир сделал и обручальные кольца но здесь конечно ничего сверхъестественного но конечно вес золота в данных кольцах довольно большой кстати тогда было тоже в мода небольшая на гигантоманию которая сейчас тоже начинается в кольцах ювелирных вообще изделиях были были любили большие кольца чтобы все соседи видели какое у вас кольцо вот она проба на обручальном кольце 583 кому если хотите можно продать и где можно купить можно купить у коллекции продать коллекционеру дороже всего купить в антикварном или ювелирном магазине там выставляют люди свои кольца за комиссию то есть магазин берет свою комиссию это порядка там 20 процентов и человеку остается 80 процентов там можно купить ну есть они у них и сайт есть в интернете вот у нас есть тоже сайт коллекционер он покупает вот такие как я в принципе можете обратиться оценить ваши кольца если вам захотелось там какую-то новую вещь купить это естественно золото никогда не теряется не только растет и ломбард можно туда обратиться там в принципе смотрят золото по бирже минусуют 10 процентов и продают грубо говоря примерно плюс там 2-5 процентов к стоимости биржи этой работают хорошие ломбарды плохие ломбарды я не знаю как работает спасибо большое за внимание обязательно подписывайтесь на канал с вами был лев всего доброго